Тесты у нас не берут, когда вы не берете, что нам делать? Антибиотиков нет. Я после ковидного госпиталя и не могу найти нигде лекарства. Нечем долечиваться. Отказ в компьютерной томографии, острый дефицит антибиотиков и противовирусных. Многометровая очередь из умерших от ковида. Реалии осени прошлого года. Реалии с сегодняшнего дня медаль за особый вклад в борьбе с коронавирусом отходит министру алтайского здравоохранения Дмитрию Попову. В социальных сетях люди восприняли эту новость неоднозначно. Вы серьезно? Давайте перемотаем время на осень 2020 года. Это ж такое мясо было, прям мясо. Я в шоке. За это медаль дают? Ну, если резкий скачок смертности в крае считать особым вкладом, то бесспорно. От коронавирусной инфекции в Алтайском крае скончалось 2753 пациента. К слову, прирост смертности в Алтайском крае оказался самым большим по Сибири. По данным Росстат, только за февраль этого года умерло на 554 человека больше, чем в этом же месяце годом ранее. Но если в социальных сетях люди захлебывались от возмущения, услышав про медаль Попову, то люди на улицах города особых претензий к чиновнику не высказали. Несправедливо так судят работу человека, потому что он разорваться на всех тоже не может. По большому счету, я считаю, что все равно работа большая проведена. Поэтому в любом случае человек заслужил эту награду. Надо было дать за награду. Так, я думаю. А за что? За работу, за борьбу с коронавирусом, что не так уж много заболело, умерло. Мы боролись со врачей, а не администрацией. Сверху идут какие-то приказы. Нужно обеспечить изоляцию, нужно развернуть койки. Мы вам вроде дадим деньги на это, но потом мы вам не дадим. Врач, известный общественник Константин Емешин говорит, что не завидует участи главы Алтайского Минздрава. Говорит, тот оказался заложником ситуации. Я могу ему только один упрек бросить. Это когда началась пандемия, то если ты хочешь заниматься управлением, то ты привлекай мозги. А оказалось, я звоню Шохиту, руководителю пульмонологического центра. Я говорю, Яков Наумович, с вами советуется министр и губернатор? Он говорит, нет, не советуется. Со мной советуется только губернатор Подмосковья и академик Чучалин. А между тем, помимо Попова, медали за борьбу с ковидом получили врачи красных зон. Здесь, пожалуй, вообще нет никаких вопросов. Врач-анестезиолог ковидного госпиталя Егор Ивлев один из награжденных. Он вспоминает, насколько тяжело было физически и морально. Пациенты были, допустим, 25 лет, 30 лет, вот такие, молодые. И ты просто понимаешь, что у него идет динамика, там, допустим, пока ты легким, все хуже, хуже. Ну, я, допустим, знаю, что он умрет в 100%. Он надеется выжить. А я вот сам понимаю, что он уже не выживет, потому что у него динамика идет резко вниз. Так, допустим, родственники там. А что там мой сыночек? А, допустим, сыночек уже умер. Ежедневно в Алтайском крае диагностируют около 100 случаев заражения коронавирусом. Это в два раза меньше, чем прошедший зимой. Меньше стало и умерших от ковида по сравнению с фронтовыми сводками осени прошлого года. Но в любом случае ковидом до сих пор болеют наши родственники, близкие. И подводить какие-то даже промежуточные итоги, раздавая награды, возможно, еще слишком рано. Кто-то потерял своих близких, да, и когда он это слышит, что кого-то наградили, а за что, собственно, надо, чтобы прошло время. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.